Хех, зритель, моя тут счастье приварила, еда, точнее, у меня тут добрая соседка дала кабачок, огурчиков и картошечки. Теперь я богат, можно будет сварить картошечки, пожарить картошечки. Ну-ка, что сделать? У меня там есть немножко кабачка, он еще лежал, вот с прошлого, позапрошлого приезда. Но тут еще кабачок, это круто. Я пожарю кабачок, а может даже потушу. И у меня там в печке, я еще, правда, не проверяла. Блин, я даже не знаю, сколько у меня там сейчас градусов. Ну, у меня для окошечка была открыта. Я поняла, что все-таки, когда деревня, печка протопленная, и все закрыто, то просыпаешься, и воздуха мало, потому что воздух туда-сюда циркулирует, ты его потребляешь, а обновления никакого. Поэтому должно быть хоть щелочка. Ну, в этот раз я вот оставила прям вот эту штуку, учитывая, что у меня до 24 градусов раскочегарилась печка. Там, короче, у меня вот еда. Я еще ее не проверяла. А потом ее проверю и покажу тебе, здоровье. Кстати, зритель, мне еще и морковки принесли. Можно сделать будет винегретик. У меня есть с собой вареная свекла. Даже очищенная уже. Тут делай с ней салатики. Короче, супчик дошел. Думала, что, может, вдруг что-то не получится, но все-таки он дошел. Печка еще теплая, в комнате 20 градусов. Вот он даже очень-давно хорошо дошел. Кабачки полностью так разварились. И просто или что-то в этом роде, что-то он минимум, или это переловка, я чуть не помню, что это. В общем, она тут где-то есть, и она, ладно, как хорошо разошлась. Даже лучше, чем вот, когда я варила на плитке. В общем, вот так супчик. Сейчас я буду вкусненько кушать. Шумит чайник. Я тут выбрала вкусную морковку, 5 картошинок. Ну, лишняя картошка сделает другой салатик еще. Потому что у меня тут еще есть два свежих яичка, которые мне кто-то оставила. И, короче говоря, вот тут кашка гречневая. Я ее сейчас достала из духовки. Она такая рассыпчатая. Вся жидкость питалась. У меня там еще куриное мясико. Я его достала из холодильника, но пока поставила в духовку. Можно он чуть-чуть подгреется. Кашки. Так-то можно, конечно, и сосиску сварить. Вот мясик. Ну, у меня же есть мясико. Гречневая кашка на курином бульончике с мясиком. Правда, оно вряд ли так нагреется. Надо долго ждать, чтобы она нагрелась. Хоть чуть... Ну, не такое супер холодное будет, как с холодильником. Правда, достаешь. Таки дела, зритель. Да, вот тут у нас мед. И кастрюлька с кашкой отмокает пустые кашки, пустые овсянки. Идет, когда ее помою. Привет, зритель. Холодильник временно выключен. Почему? Потому что мне пришла идея, которая давно была в моей черепушке, что вот сюда можно воткнуть лампочку. Лампочек дефицит, поэтому пришлось вывернуть из одной настольной лампы, которой временно не пользуемся. А почему все это случилось? А потому что вот здесь вот есть лампочка, но она не горит, там что-то проблема со светом. То ли проблема с лампочкой, то ли проблема со светом. Есть, конечно, человек, который может это сделать, и даже сюда приезжал, и мог бы это сделать. Ну, знаете, люди, не сделал. А еще есть такая фишка, я еще в прошлый приезд. Тут розетку, которая годами, лет 15, держалась на одном гвозде, на соплях, дрожала и так далее, закрутила другой частью ложки. Короче, чайной ложкой закрутила той штучкой, которая держает. Ну, за которую ты обычно держишь, зритель, эту ложку, если ты пользуешься чайной ложкой. И, в общем, закрутила этой ложкой, этой гвоздикой, у меня розетка стала как новая. Никто не заметил, что розетка стала как новая. Ну, в смысле, крепко стала, плотно держаться, ничего от нее не отваливаться. Я совсем не электрик. Я, конечно, не уверена, что это будут. Однажды кто-то посмотрит, кто-то конкретный, некоторые конкретные люди. Но чтоб вам стыдно стало, люди, за то, что я не электрик, ложкой закрутила то, что там есть. То, что приходится вот так делать, чтобы поиметь тут свет. Ну, когда вы приезжали сюда отдохнуть или что-то сделать, ведь можно было не только отдохнуть и что-то сделать, и засрать холодильник. Можно было, допустим, и свет провести, ё-моё. Я тут ищу дрова тоненькие на растопку печки, потому что толстенькие это и так, в принципе, есть. И поэтому я включила свет, и вот решила сейчас это все записать. Потому что обычно же тут не настолько светло. Потом у меня дверь стала закрываться, я ее приткнула там этой палочкой. Раньше была палочка, которая держала эту дверь, но так как тут все уже, ну, сами видите, при мне вот прямо сегодня вот здесь сгнившая половица слегка уломалась. У нас есть какой-то неведомый станок, типа газонокосилка, я не знаю, может она сломанная, да хрен ли она тут лежит, выставить ее, пусть она не тут лежит, место занимает. Если она не сломанная, ну, приезжает же сюда. Можно же немножко прокосить. Ну, или объясните, какие пользоваться, я сама прокошу. Если вам религия запретила. Те, кто примут на свой счет, 99,99% моих зрителей никак не связаны со мной семейными узами. Так что, если приняли на свой счет, ну, значит, это вы те, которые любят это все принимать на свой счет, потом писать в личку и носить мозги. С тем, какая я суперлая. Ну, так это как бы, пишите лучше в комментах, комменты хоть рейтинг поднимут в видео, а личку придется вот так читать самой. Короче, вот. Пойду я дальше выбирать дрова. Дрова, по-моему, эти все дрова еще дедушка рубил, колол или типа того. Короче, древняя такие дрова, я на них наконец-то добралась, это добрала то, что можно, чтобы к ним подойти. И, чтобы уж холодильник совсем не был, так это вот, выткнутый. Потому что розетки другой тут нету. Я, конечно, может потом как-нибудь придумаю на следующий год провести, хотя я совершенно не электрик. Чтобы тут как-то было комфортно, как раньше. Просто, знаете, годами люди тут проводили лето, а потом выросли и проводили иногда и не только лето, и не только одни. И друзей своих приводили, когда еще не были совсем такими взрослыми. А потом взяли и забили. Ну да ладно. На совести людей это оставим, если совесть есть. Каждому прилетит по собственному нахождению. Извини, зрители, если темно. В среду нас отрубили уже почти как час. Ну, так как на дворе, точнее, в сенях темно, то мы сюда приволокли мышь. Я когда поняла, что она с мышь, я на дворе пытаюсь дрова достать. Она, значит, типа того, что бежит ко мне, смотрит так на меня, говорит, ты что, с мышью, что ли, с мышью? Она бежит в сене. Я говорю, не надо в дом нести мышь, не надо в дом нести мышь. Ну вот, мы принесли в дом мышь. Четвертая мышь. Привет той Наташа, что писала мне ВКонтакт по поводу новых видео с котиком. В смысле, с кошечкой. Вот видео с кошечкой. Ну вот, нормально, а? Принесла мышь. Я думаю, эта мышь уже отжила свою. Потому что она не как вчерашняя маленькая мышка в сенях, которая имитировала смерть, а потом сбегала от нее. Потому что она лежит, и ей пофиг уже. Все, Алиса, жри свою мышь, е-мое. Мышь поймала на улице. В этот раз. А те три предыдущие были со двора. К нам ходит кошка соседская. По ходу дела, она ходит за тем же самым, что эта дурында тут же остается. В смысле, мышей ловит. Потому что я эту кошку видела в других местах. Но там она тупо приходит, видит мышь, цапает и сваливает. Это когтишка. Начинает с ней играть. Кошки, видимо, делятся на два типа. Поймал, сожрал. Поймал, поиграл, сожрал. Я вообще вот, ну, подкинула к хозяину, к ногам. Ешь давай свою мышь. Не съешь хозяину, а потом носовок на веник выкинет нахрен. Племянник сказал, что на Твиче такое недопустимо. Хорошо, что у меня нет аккаунта на Твиче и ринуксина проблемно с Твичем. Мне что-то казалось, что вот раньше был Твиттер, а у него был какой-то видео. Формат попутно. Давно-давно. Ну, в смысле, Твиттер до сих пор есть. Гребась меня туда закинула, закинула на этот Твиттер. Или я зарегивалась раньше, чем с Гребасьем познакомилась, хрен знает, не помню уже. Но суть такая, что он-то мне скидывал сообщения, такие видео формата. А потом же появился Твич. Может, Твич это подразделение Твиттера? Кто в курсе? Вдруг такой, будто холодильник заработал. Но радио молчит, свет не включился. Значит, это тупо летит самолет. Самолет, тут такая давливая погода, а ты и летишь. Если ты решишь приземлиться, приземлись подальше от деревни, чтобы ее не задела. Алиска, пока я хожу сейчас за гровами, надеюсь, ты это сожрешь, а ту мышь? Где она у тебя? Вынюхивает что-то, блин. Жри давай. Там у нее кусочек колбаски лежит. А может, уже и не лежит. Да, по ходу дела, уже не лежит. Там пельмени дорогущие, которые испортились из-за того, что тут феерические люди отключали свет на двое суток как-то. Даже наш допотопный советский холодильник не выдержал столько без этого самого, без электричества. Но они, в общем, теперь пригодны только для кошек, для животных. Я и сварила пельменей, на пельмене поела. Но там, короче, они лежат. Эти пельмени сейчас стоят в холодильнике. В кастрюлище большой. Такое допотопное кастрюлище, которое когда-то было очень крутая, но у нее отвалилось. Ну, в общем, для квартиры в городе она стала не ликвидом. Ее сюда родственники отправили. Такой гарнитур кастрюльный тут их есть. Допотопный. Еще прибавушки. Эта кастрюля тут появилась. Короче говоря, я сижу сегодня, ласты склеиваю. Отклеиваю их с помощью черного чая в чашке заваренного, сладкого. И булки со сливочным маслом. Белой булки со сливочным маслом. Белого хлеба со сливочным маслом. Достала колбасу и понимаешь, что как бы мне... Ну, сейчас колбаса не к сему не городу. Она так прыг к столу, унюхивает. Я думаю, ладно, набери кусочек колбаски. Сначала она подпрыгнула под него. Подошла, понюхала. Потом типа, фу, кусочек колбаски. Типа, я думала, что-то другое. А потом, смотрю, она сожрела этот кусочек колбаски. Хорошая, кстати, колбаса такая. Но мне так прикалывает. Мне тут дьявол послал кусочек сыра. Точнее, подфартила мне тортик, привезли родственники. Спасибо сестре старшей. И там на коробке написано торт без ГМО. Дальше состав. Ну, значит, на маргарине, в скобочках маргарин. Растительные всевозможные масла и модифицированные. Ну, вот эти самые ГМО. Генно-модифицированные масла, думаю, без ГМО. В составе ГМО масла. И тут, значит, колбаса. Мясо-яр, ручная работа. Но такой состав, и там в скобочках производитель, что понимаешь, что, ну, первое там свинина, допустим, потом куриное мясо механической обвалки. Ну, понятно, что механической обвалки человек не сообразит. Это только машина какая-нибудь большая. Уже понимаешь, что тогда обманчик. Не будем меня там говорить. Скажем, обманчик. Вообще, радости нет предела. Эй, не шизей. Тут все-таки большая территория. Это в синях ты можешь, а ту мышь закинуть куда-то, достать. А тут как-то, ну, диваны всякие есть. Ладно, зритель. Пока, наверное. Так, зритель, привет. То, о чем я говорила в недавнем мунбанке. Если ты мунбанке не смотришь, можешь просто его прослушать. Курицу варю в печке. Я ее только что вилгород делала. Сейчас покрою, закрою. Воды вон. И чем бы прихватить-то? Сейчас я при тебе и покрою тогда. Что-то я так приблизила к овце. Короче, сейчас я при тебе ее покрою. Вот это открою. Вон там у нас вода. И она булькает. Офигеть, она копит. Вода копит. Короче, оттуда возьму воды, налью в умывальник, помою посуду. И после можно будет это, монтировать все эти ролики, что тут засняла за последнее время. Пока.